Национализм в Казахстане становится все популярнее. На этом спекулируют популисты всех мастей. Все говорят о патриотизме, высокой морали, национальных ценностях. Но кто эти люди? Давайте разберемся. Возьмем яркого националиста Маргулан Бурамбая. В 92-м году он оказался свидетелем убийства его друга Тлюжанова, которого два собутыльника зарезали ножом. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, Бурамбай принес им бензин и помог сжечь труп своего друга. После этого еще умудрился продать машину Тлюжанова. В 93-м году Маргулан Бурамбай и гражданин Абдрахмана в Жасказгане остановили таксиста Кусенова и задушили, завладев его автомобилем, а труп закопали в степи. За это Маргулан Бурамбай был осужден к 15 годам лишения свободы, а буквально на днях он вступил в партию Акжол. Что будет дальше? Запасемся попкорном. Жанбулат Мамай такой же аферист. Некуда ставить клеймо. Подстилка власти, подставной клоун. Еще более продажный, чем Маргулан Бурамбай. Получал деньги от Аблязова, а теперь выступает против него. Продал Козлова в Жанаузене. Оказался за решеткой. Пошел на сделку с властью. Ему простили такие обвинения, как получение финансирования от заграничной оппозиции, разжигание социальной розни и попытка захвата власти. Все его окружение состоит из таких же ублюдков. Тулитян Жухеев работал все в безе. Открыто восхищался тажинами Тукаевым. Это не преступление, но зачем тогда причислять себя к оппозиции? Определитесь, господа. Друзья Мамая, Досболус Гамбаев и Сергей Дуванов судимы за изнасилование малолетних. Косын Кожантаев, конченый алкоголик, засветился в наркоцентре. Толга Таян прячется в кабинках с сотрудниками Акимата. Жаксылы Джайлауф еле как признался, что является пенсионером КНБ. Аманулар Аманкул, член Нуратана, получает крупные заказы от Акимата. Список можно долго продолжать. Все они члены демократической партии. Куат Ахметов, такой же отморозок. В 2011 году в Кустанайе совершил разбойное нападение. Завладел телефоном гражданина Матуско. Каким-то чудом смог отделаться условным сроком. Его движения, тыль Майдана и патриотические лозунги имеют конкретные меркантильные цели. Кошмарить бедных владельцев бутиков, не имеющих казахские вывески, и получать на Каспий счет донаты, которые он постоянно клянчит, как последняя попрошайка. Талгат Катауф из движения Ельменджер. Будучи женатым, систематически пристает к казахским девушкам. Предлагает интим. Со скандалом уволился из школы за приставание к ученице. Был избит ее братьями. Обманным путем выманивает деньги у одиноких женщин и не отдает, так как они не могут за себя постоять. Правильно сказал Мухтар Тайжан на Катауф. Кто не уважает казахских девушек, не способен отстаивать честь казахского народа. Правильно Мухтар Тайжан и Сайтанат Ашербай задают вопрос. Почему молчат соратники этого извращенца из Ельменджер? Еркен Рахишев, Нурлубек Куанбаев, Болташ Турсунбай. Если не осуждаете его, значит одобряете, а значит вы такие же, как он. Другого не дано. Вот такой пещерный национализм процветает в Казахстане. Среди национал-патриотов встречаются убийцы, грабители, мошенники, извращенцы. Необходимо жестко разоблачать таких псевдо-патриотов. Идеи национализма в руках преступных элементов могут привести к печальным результатам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok